Привет всем! Я сегодня вам буду рассказывать тему, кто я есть. Апостол Павел, пример. И мы прочитаем стих из Библии. Первая коринфянка, 15 глава, 10 стих. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была четна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Мы не должны забывать о Божьей благодати. Всю жизнь над рождением мы живем по Божьей благодати. Мы спасены не потому, что мы такие хорошие, или потому, что захотели так. От Иоанна, 6 глава, 44 стих. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, прославляющий меня, и я воскрешу его последний день. Мы можем молиться, поститься, потому что Бог нам дал нам благодать. Когда мы наполнены благодатью, мы чувствуем любовь к душам. Если мы потеряем Бог, то Святого Духа наше чувство изменится. И мы даже можем вернуться на мирские вещи. Те, кто понимают Божью благодать, даже при трудностях они могут благодарить. И мы прочитаем стих из Библии. Исайя, 49 глава, 15 стих. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Мы вне зависимости от реальности и ситуации, Бог не забывает свои благодать. Но почему мы не чувствуем их благодать? Просто мы пользуемся плотскими мыслями и забываем про благодать Божию. Свою благодать нужно хранить все время. Если мы храним Божию благодать, мы никогда не примем сделок сатаны. Со всеми прощаемся. Желаю, чтобы вы сохраняли Божию благодать в своем сердце. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok